Продолжение следует... 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 Следующая вещь, вторая часть, мы сказали, что было еще одно представление, которое сейчас Марани объясняет, но объясняет Мишна, что если выпадает, допустим, первый день праздника на Йом Шлиши, на Йом Шини, извиняюсь, на Йом Шини, то были люди, которые оставались, были ко ним, которые оставались после праздника, первый день праздника, который выпал на Йом Хамиши. Теперь, когда можно прийти? Нет, не на Йом Шлиши. Первый день праздника, который выпал на Йом Шини, первый день праздника, что получается, были ко ним, которые могли прийти в Йом Решон, потому что Йом Решон, это холь, с другой стороны, далеко не все могли прийти, потому что идти надо было издалека, и, соответственно, не все знали, где там есть, не знаю, что гостиницы, в окрестностях, небольших окрестностях. Сам в этом многие приходили перед Шаббатом, чтобы, как сказать, быть уверенным, чтобы в Йом Шаббат не ходить. И поскольку так, пословили, что те, кто пришли заранее, им выпал на Йом Халы. Понятно, да? Так мы делали, и то же самое наоборот. Если в последний день праздника выполняем Йом Шиши, то могли, которые идти в Йом Шиши, могли, которые остаться, а те, которые остаются, там будут две Халы. Следующая вещь написана, что когда обычный Шаббат от года, что происходит? Есть похлоки. По первому мнению, те, кто работает на прошлой неделе, берут шесть халот, а те, кто работает на следующей неделе, шесть халот, то есть по Пуару. Рабьюда говорит, нет. Те, кто начинает работать на неделе, берут семь, а те, кто работали на прошлой неделе, берут пять. Вражда, но Раб, почему? Ана и Тарта и Майя в Эдесаеву. Что это за две Халы, которые они берут дополнительные, те, которые заходят? Очень интересное, как сказать, постановление такое, что, грубо говоря, как начинается работа храма, как мы учили, кто учил Масахи Томит, утром открывают двери. Это как бы начало работы. Начало работы, нужно открыть двери, а зарые двери, эти самые там, двери храма, двери уляма. А вечером, соответственно, когда уступает ночь, их закрывают. Теперь, закрывание дверей, это как бы, как сказать, если я открываю дверь, а кто-то за мной закрывает, это как бы называется, что он как бы на меня, как это называется, не совсем на меня работает, но это как бы так немножко будет. Что кто-то открыл дверь, а кто-то за ним закрывает. Всегда это, это самое, закрой за собой дверь у нас по-русски говорили. Да? Значит, это получается такая вещь, что кто-то открывает двери в шаббат, Мешмарет, который работал на прошлой неделе, потому что начинает работать она, кто закрывает двери, за ними как бы закрывают Мешмарет, который будет работать на следующий день. Вещь получается, что как бы Мешмарет, который сейчас заходит, она как бы, не знаю как, по-русски очень точное выражение, которое, как сказать, на верите, оно не так звучит хорошо. Закрывает за ними дверь, получается за это то, что они закрывают за ними дверь, и им полагается зарплата, такая зарплата – две халы, то есть одна лишняя хала. Вместо 6-6 они берут 7-5. Такая вещь, говорит. Значит, кто Морабы искал бы с хара гафа дла тот? Спрашивает Морабы, не милей даль бы даль? Пускай одна скажет другой, даль бы даль, что такое даль бы даль? Даль бы по, даль бы по, так сказать, какая разница? Я с тобой, ты за мной закрываешь, с тобой кто другой закрывает? И так это как называется? Давай закончим это все. А? Неважно, как бы то ни было, все равно, так сказать, так она работает. Давай же сделаем все поровну, почему-то, потому что ты на хнаме, ты за мной закрываешь, тебе полагается. Но потом будет, с тобой кто другой будет играть, с тобой полагается. Товарищи будет, давай это самое. Говорит, Мора, Омараба и Буцина, Тавмикра. Говорит, Раша, это как называется? Маша ледиот. Маша ледиот, то есть такая поговорка есть. Такая поговорка такая, по Раши объясняет следующую вещь. Что есть, один другому говорит, смотри, у меня сейчас на огородке растет маленький-маленький тыква. Маленький тыква. Хочешь, бери ее сейчас. Она размером, не знаю, сколько. Ну, из помидора, не знаю, пускай будет с этой самой. С апельсином. Но если ее останешься, она может быть там через, не знаю, сколько времени. Может, размером с, ну, не трактор, но, как сказать, тыквы будут большие. А? Тыквы будут большие. С бимбом. А? Что? Ну, не знаю, большие тыква. Если хочешь, оставь, она вырастет, возьмешь и положу. Говорит, Маша, маленькая тыква называется Буцина, большая крика называется Кра. Гитовы, Буцина, Микра. То есть сейчас лучше мне взять сейчас что-то в руках, а потом, может быть, ты передумаешь, потом еще что случится, потом будет эта самая молния, грома, я не знаю, что будет. Машек придет, Сталин умрет, я не знаю, что будет. Сталин сдохнет. Может случиться куча вещей. Биби посадят, наоборот, еще, я не знаю, что будет через месяц. Лучше сейчас мне дай маленькую тыква, а что потом, а что мне Азор? То же самое здесь. Знаешь, что это самое, я тебя убираю, дай мне сейчас это самое халла. А то, что будет... Получить маленькую, а потом еще больше. А теперь буду сам, большого этого уже не будет. Толбуцин и Тавмикра. Теперь Аткан. Теперь есть еще одна тема, которую пока что мы ранее разбрали, и сейчас приходит, давайте ее сегодня разберем, Омара Вюде. Бамусофин Холкин. Мусав, то есть жертва Мусав. Жертва Мусав в Шаббат всегда есть жертва Мусав. Это две, как мы считаем, с молитвой Мусав, это две шнек-восим. Теперь, от них Коаним полагается, что кожа только. Потому что, как сказать, это самый Мусав, так же, как и повседневное жертву, это всесожжение. Но что после того, как ее все сожгут, ее сначала, перед тем, как ее всесожжечь, с нее снимают кожу. То есть ее режут, бросают кровь в сосуд, бросают кровь на жертвенник, снимают с нее кожу, потом ее разделяют на части, эти части выскуряют, но кожу, она ее не выскуряет, ее берут ко мне. Теперь, кто ее делит? Здесь вопрос, кто с ней работает, кто работает с ней? Работает Мишвер, кто работал на прошлой неделе. Мусав, они идут сразу после внутренней жертвы и работают. То есть, что такое работает? Режут, бросают кровь и так далее, тех, кто на прошлой неделе. Поэтому, что? Поштут, должна быть, кто брать, тех, кто на прошлой неделе. С другой стороны, после того, как возражение на жертвенник, там еще и продолжается работа. Какая работа? Нужен там, это самое, как сказать, подчергой. Ценура. Ценура, это типа, я не знаю, как по-русски. Какое-то было специальное там, это самое, которое мешали на, не мешали, как называется, переворачивали на жертвенники, на огне. Кто этим занимается? Занимается уже Мишвер, который следующее. И что с этим делать? Как делить эти кожи? Не написано. Говорит Мора следующая вещь. Ом Равьюда. Сказал Равьюда Мусофин Холкин. Мусофин, эти жертвы, это самое, дерево тоже пополам, что такое? Судя по смыслу, одна, к которому выходит, другая, которая заходит. Предыдущая, которая была работала на прошлой неделе, одна, которая в следующей неделе. Так, сказал Равьюда. На что Мора начинает приводить, кушает, в конце концов, она ее сметает. Месивы. Мишмер это юцет, уса томит шахар. Значит, написано, судя по существу, вы правите, наверное. Может, это мишка, я не знаю. Мишмер это юцет. То есть, та Мишмер это смена, кто работал на прошлой неделе. Уса томит шахар. Она приводит жертву, которая утренняя, повседневная жертву. Ом Равьюда Мусофин. И приносит жертву Мусав тоже, которая дополнительная жертву к шабату, они тоже приносят. Мишмер это них несет, который заходит, кто начинает работать на следующую неделю, Сатамид Бойнарбайм. Он говорит вечернее жертву приносит. Что такое Вазихин? Что такое Вазихин? Это специальные такие сосуды, не знаю, как они переводятся по-русски. Вазих. Специальные сосуды, в которых хранилась ливона. По-русски тоже не знаю, как переводится. Ланда, как они переводятся. Не знаю. Лаванда, да, совершенно не знаю, что такое. Значит, на столе, который стоял внутри храма, на котором лежали 12 хлебов, были, кроме того, два сосуда, которые были с веществом, которое называется ливона. Соответственно, какое-то растение, которое потом воскуряли. И это воскурение, оно разрешало потом есть хлеб Куаним. Соответственно, кто воскурял те самые, которые уже мишмар, которые заходят сейчас. Поскольку воскуряли, делили хлеб. Вилла Мусофин Халукин Локтани. Здесь не написано, что делят эти самые Мусофин пополам. То есть, поскольку не написано, скорее всего, кто их берет, то берет первое, которое было бы в прошлой неделе, потому что она их просит жертву. Говорит, мера, нет, отсюда нет доказательств, почему Гайтана Бахалука Локамари. Это правда, занимается только кто чем занимается, кто какую работу делает, а как делят они эти вещи, это не занимается. Есть брайда, которые учили в Ишиве и Шмуля. Шмуля, Рашива, там учили брайду. Там говорится так же не только про работу, но и про как делили. В Мусофин Халукин Локтани, там не написано, что Мусофин делят. Что это за брайда? Есть брайда, которые учили в Ишиве и Шмуля. Мишмара, Юцет, Уса, Томиршель Шахар. То есть та смена, которая выходит, что выходит, которая была на прошлой неделе, она делает Томиршель Шахар. У Мусофин, делает она так же Мусофин, жертву Мусав. У Мишмара, это Нехнесет, которая заходит. У Са, Томиршель Бенарбаем, она делает вечернюю жертву. У Вазихина, и она воскуряет Вазихина, эти два сосудов, которые были воина, или как они были, лавандра, я не знаю, что такое. И они воскуряют ее на жертвенники. И четыре Куаним заходило, два из них из прошлого смены, две из следующей смены. Зачем? Чтобы разделить, чтобы взять холод, который надо делить, а не делят? Они как бы нацигим в своих мишмаротах, как это называется, представители, они берут Лехом Апоним у себя. Ну, про то, что Мусофим делят не их Тани, Тьюфта, Рабьюда Тьюфта. То есть Рабьюда, говорит, как бы он не прав, его мнение отменяет. Почему? Потому что мы говорим, что делят только первые. А? Что? Говорим, что поскольку здесь написано, что как делят, и написано, что делят Мусофим, мы говорим, что Мусофим, кто берет себе, те, кто работает с ними, те, кто привозит жертву, кто приносит места в жертву, как здесь написано в обоих брайтах, те, кто работали на прошлой неделе, так это они себе берут также и... также и эти самые Мусофим, Кожим Мусофим. На этом здесь останавливаемся. Осталась нам Бильга. А? А, давайте, можно еще прочтем, до Бильги дадим. Давайте прочтем до Бильги. Значит, Анихносин, как написано в Мишне, что Анихносин, которые заходят, они работают на Цафоне, делят, извиняюсь, на севере, там работают БЦАФОН, кидают еще и РУШ, и они их носим, чтобы было выглядело, что они сейчас заходят работать, потому что это самая работа на севере. Появится он Хиким Бодаровым, а те, которые выходят, то есть, которые работали на прошлой неделе, которые сейчас прекращают работать, они делят на юге, почему кидают еще и РУШ, и они Цым, потому что там нет основной работы. то здесь мы давайте остановимся. Абельга всегда. Бо-дорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Абельга. 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 Абельга.